Доброго дня. Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. А сегодня у нас вторая часть из цикла видео, посвященных сексу и сексуальности. Если хотите смотреть видео именно из этого цикла, то я их помещаю в специальный плейлист, ссылка на который должна появиться сейчас где-то в углу экрана. А я напомню, что в рамках природно-ориентированной психологии и психотерапии секс воспринимается как телесная практика и творческий навык. А это значит, что сексом нужно уметь пользоваться и учиться им пользоваться, проявляя познавательный интерес. Одной из основ овладения любой телесной практикой и любым навыком является овладение терминологией этой практики. И да, как вы сами знаете, у секса есть свой описательный язык, он максимально разнообразный и широкий. Именно об этом и будет наш сегодняшний разговор. Дело в том, что запрет игнорирования и отрицания секса как телесной практики и навыка начинается именно с запрета игнорирования и отрицания терминологии секса, проще говоря, слов, связанных с сексом. Одной из базовых задач психолога при адекватной работе с темой секса является нормализация разговоров о нем и всего с ним связанного. Причем принципиально важным является отказ от иносказательных слов и метафоры и переход к называнию вещей своими именами. Части тела и определенные процессы, связанные с сексом, не зря и не просто так имеют свои специальные названия. Используя именно их, а не какие-то заменители, у человека происходит привыкание к тому и понимание того, что секс это не метафора и не иллюзия, а часть его повседневной реальности. Невозможно научиться что-то делать, если даже говорить об этом не можешь правильно, прямо, без стеснения и стыда. Неважно, есть ли у человека в данный момент пара или сексуальный партнер, осваивать терминологию секса необходимо в любом случае. Если партнер есть, то можно это делать вместе, потому что вместе знакомиться с сексом веселее, проще и интереснее. Но даже если партнера нет, то учиться произносить слова, связанные с сексом, можно и нужно самостоятельно. Как осваивать терминологию секса? Давайте рассмотрим эту практику подробнее. Первое, что нужно сделать, составить для себя список слов с определениями, что эти слова значат. Это для многих людей уже будет непростым и терапевтичным этапом, потому что потребует начать процесс исследования информации по данной теме. Вторая часть практики – начать произносить эти слова вслух, вне контекста, просто для себя, уделяя этому какое-то время каждый день, чтобы привыкнуть к ощущениям и звуку своего голоса, когда произносишь слова, связанные с сексом. Третья возможная часть практики – составление сюжета и историй, в которых эти слова задействованы. Вот это может быть полезно, чтобы понять контекст употребления тех или иных слов. Если у человека есть партнер, то следующая часть практики – это вводить разговоры о сексе в виде отдельной темы для общения. Это позволит научиться спокойно озвучивать свои потребности, желания и предпочтения в сексе, плюс четко обозначать границы приемлемого для каждого на данный момент. Но важно помнить, что такое общение партнеров должно быть естественным, походить на игру и иметь форму флирта, а не становиться лекцией с учебником или какой-то принудительной работой. Вообще все, что связано с сексом, должно основываться на интересе и происходить в непринужденной форме. В завершении скажу, что секс должен приносить людям радость и быть источником положительных эмоций. Но, чтобы это стало возможным, нужно учиться развивать навык его использования. Без освоения понятийного аппарата невозможно качественно и безопасно освоить использование ни одной системы. И секс не является исключением. Критически важно для снятия барьеров на пути к здоровой сексуальности научиться говорить о сексе, наполняя свою речь, также мысли, мышление, воображение правильными словами и образами. Секс – это как дыхание или сердцебиение, в нем нечего бояться. Он не должен пугать своей терминологией. Разумеется, не обязательно пробовать все то, о чем можно узнать, но понимать, из чего секс состоит и как его элементы называются, необходимо. А на сегодня будем разговор завершать. Впереди нас ждет еще множество тем, связанных с сексом и сексуальностью. А пока я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца и напомнил, что если вам необходима психологическая помощь, связанная с вопросами секса и сексуальности, обращайтесь. Я знаю, как и умею работать с данной темой. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. А я желаю вам всего наилучшего и говорю – до встречи!